так 31 мая у нас сегодня основной забой закончился там осталось 13 штучек пусть растут еще значит появилось время перегнать брагу поставленную 6 мая значит здесь сахар 15 килограмм на каждую бочку плюс дрожжи доктор губер спиртовые вот две вот этих бочки по 67 литров они если я не ошибаюсь так сейчас я засомневался 65 по 65 литров две бочки мы перегоняем сегодня первый перегон делаем на спирт сырец вот таким макаром мы перегоняем нашу брагу на спирт сырец у меня здесь подготовленное место вода вода раздельный узел если можем так назвать для подключения системы охлаждения в разных комбинациях здесь как только ее нельзя подключить так скажем тут же у меня есть выходы на значит приготовление на залив бочек для браги горячая вода холодная то есть я сразу делаю нужную температуру бочку в бочке развожу там сахар либо зерновые смотря какая брага и запускают дрожжи то есть не морочить там с подогреваемой воды сразу меня с нагревательного бака идет горячая вода делаю с помощью подмеса холодной нормальную температуру необходимую для конкретных дрожжей так и вот значит у нас прибор собранный в подстиле отличный аппарат вот быстренько нам перегоняет спирт сырец вот такой расход воды на охлаждение перегоним уже при принципе мы основную часть перегнали это последний заход спирт сырец дальше будем ректифицировать на колонне надеюсь что я покажу вот такой у нас выход получается на губеровских дрожжах с двух бочек 65 литров у нас будет ну где-то 10 с половиной банок трехлитровых полных то есть объем банки не три литра где-то три 200 250 вот так так бродильные емкости размещены на сварочном столе вот так вот временно усилена значит эта конструкция по избежкой 22 потому как без нее прогибается вот это вот столешница из 12 usb бочки стоят на инфракрасном теплом полу который регулируется у меня с помощью диммера значит при помощи этого инфракрасного нагревателя я устанавливаю необходимую мне температуру регулирую в бочках для брожения зависимости от используемых дрожжей под каждый дрожжи своя температура вот но вот в теплые такое как сейчас время года это не так актуально но все равно я подогревал этот вот замес значит почему такие большие емкости используем я раньше делал брагу в 19 литровой емкости из-под бутилированной воды но маленький объем браги получается который даже не заполнишь 25 литровый куб свой не мог я наполнить полностью вот поэтому как бы вознята одна и та же по сборке оборудования помытью ее и так далее а конечный результат в объеме очень невелик поэтому я начал значит использовать сначала одну бочку вот эту бочку я перегоняю на спирт сырец за два захода то есть два по двадцать пять у меня получается литров а потом значит решил что лучше реже да больше как бы да чем опять-таки лишний раз собирать все это оборудование мыть у меня две бочки было я зарядил еще и вторую и вот первый раз я так делаю но мне в принципе этот вариант вполне понравился и получается две бочки я перегоняю на спирт сырец в 25 литровом кубе за четыре раза то есть за два дня значит соответственно меня первый день одна бочка идет начинаю там скажем в десять утра первый заход там до пяти вечера из пяти где-то ну там до двенадцати я укладываюсь и второй день вторая бочка вот спирт сырец как бы за два дня я выгоняю но а ректификация будет значительно дольше я так предполагаю но об этом позже так на чтобы в деревне все успевать приходится делать несколько дел одновременно сейчас у нас идет чистка помещение для бролеров чистка рабочего оборудования виде клеток поелок кормушек и параллельно полуавтоматическом режиме у нас идет перегон 2 дробная перегонка перегон спирта сырца в ректификат вот оборудование мое тут стоит на плитке охлаждение воду собираем емкость так как у нас суш еще неделя без дождя передают поэтому воду используем на полив не в канализацию ну и вообще мы стараемся воду использовать после вот этих вот охлаждающих всех процедур при перегонке ну что жалко выливать мы ее куда-то на поле впускаем сейчас у нас идет отбор голов покапельно где-то одна капля в секунду грамм миллилитров 300 где-то мы отберем с такой скорости это самые жесткие головы потом подголовье будем чуть быстрее и далее будем отбирать тело ну в общем любом случае голову с подголовьем где-то часов 5 у меня занимает отбор и тело не получается у меня из расчета 1 литр в час медленнее работает это оборудование но я сейчас увеличил нагрев я обычно гоню на одном киловатте а здесь вот я киловатт 400 сделал увеличил охлаждение посмотрим что выгоднее будет подходим контролируем процесс и чистим клетки моем курятник все поехали так вчера я молол кукурузу и у меня вспомнил что оставалось 100 грамм дрожжей для зерновых кодзи ну просроченный немного на полтора месяца на думаю ничего страшного думаю и как здорово поставлю к я еще брагу на кукурузе раз чтобы дразям не пропадать и собрав весь помол там мелкие муку набрал 15 килограмм и как раз вот в этой бочечке поставил зерновую брагу на кодзях кукурузную если все отбродит нормально не прокиснет будем делать бурбон все стараемся чтобы было у нас безотходное производство все в дело муку пустили кукурузную вот сюда так вот закончили мы нашу ректификацию время у нас первый час соответственно с 10 утра мы начали наш процесс вот смотрите считайте сколько времени заняло у нас ректификация 22 литров 40 градусного спирта сердца в итоге получили мы с 22 литров спирта сердца 40 градусного получили мы в районе 13 литров 40 градусной сортировки на самом деле 41 градусной сортировки 41 градус я делаю для того чтобы потом еще углевать то есть активированным углем мы еще почистим наш продукт и получится в районе 40 градусов но 40 и получится все в принципе за 14 часов мы наш процесс завершили так ну и вот завершающий этап приготовления домашних напитков после очистки двухкратной очистки углем вот таким специальным углем бау мы значит настаиваем наш ректификат ну в данном случае вот у меня фильтруется это настойка значит на прополисе здесь вот прополис у меня на нем настаивался здесь нас . вот на смородине на черный идет так это у нас настойка на дубе на дубе на щепе дуба и там у нас есть еще настойка на кедровых орехах и на наборе трав пряной виски называется вот покупной набор значит ну и в принципе можно сказать что этот погон завершён вот результат сахарной перегона сахарной браги значит мы делаем вкусные настойки все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки и не забывайте что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью всего хорошего